Добрый день! Меня зовут Брюсгерова Ирина Александровна, и сегодня мы с вами поговорим о ВПЧ в лабораторной диагностике. Несколько слов о самом вирусе. Вирус относится к группе из семейства папиломовирусов, включающей 27 видов из 5 родов и более 170 типов. ВПЧ разделены на 5 родов по признакам организации нуклеотидной последовательности. Основные механизмы передачи – контактный и вертикальный, пути передачи – половой, контактно-бытовой и трансплацентарный. Существует несколько классификаций вирусов папиломы, но для повседневной клинической практики наиболее удобна классификация, которая основана на способности индуцировать неопластические процессы. Согласно данной классификации, выделяют типы высокого онкогенного риска, среднего онкогенного риска и низкого онкогенного риска. Несколько слов о структуре и жизненном цикле вируса. Геном ВПЧ представлен круговой двоспиральной ДНК. Вирус является строго эпителиотропным, так как вначале поражает базальный слой эпителия кожи и слизистых оболочек. Жизненный цикл ВПЧ связан с дифференциацией эпителиальных клеток. Репликация ДНК ВПЧ происходит исключительно в клетках базального слоя. В клетках других слоев вирусные частицы лишь персистируют. Стандартный механизм инфицирования ВПЧ происходит следующим образом. Вирус проникает через микротрещину, поражает клетки базального слоя эпителия, что приводит к нарушению процесса дифференцировки клеток. Происходит клональная экспансия инфицированных клеток. Затем происходит размыкание кольца ДНК. От ДНК отделяется кусок с генами Е7 и Е6. Оставшаяся цепочка ДНК вируса прикрепляется к ДНК самой клетки и фактически становится частью ее генома. Второй этап экспансии вирусной инфекции происходит в шиповатом слое. Экспрессия поздних генов L1 и L2 наступает уже в роговом слое. Белки L1 и L2 отвечают за сборку капсидовируса. С началом их генерации начинается активная сборка зрелых вирусных частиц и, соответственно, их выделение из клеток на поверхность. Вирус способен существовать в свободной форме эписомальной, так и способен существовать при включении вирусной ДНК в ядерный материал клетки хозяина, то есть в интегрированной форме. Только интегрированная форма ВПЧ способна к злокачественной трансформации. Ключевую роль в канцерогенезе выполняют белки Е6 и Е7. Инактивируя белки-супрессоры опухлевого роста Пи-53 и Пи-РБ, они нарушают нормальный жизненный цикл клетки и предотвращают паптос, что в дальнейшем приводит к неоплазии. В норме ВПЧ-инфекция находится под контролем клеточного и гуморального иммунитета. Отсутствие циркуляции вируса в крови и изолированное накопление в эпителиальных клетках обеспечивает своего рода защиту для вируса, который проявляется в неэффективной активации врожденного иммунитета и слабой активации адаптивного иммунного ответа. Обнаружение в опухлевых клетках вирусной ДНК, экспрессии вирусных генов в опухлевых клетках, а также эпидемиологические данные позволяют с высокой долей вероятности утверждать, что именно вирус выступает в роли идеологического фактора развития опухоли. Что касается клинических проявлений вируса папиллома человека, в 90% случаев заражение ВПЧ не влечет каких-либо клинических проявлений, и человек просто является носителем вируса, при этом он способен его выделять и быть заразным. ВПЧ 6 и 11 типов вызывают анагенитальные бородавки, которые зачастую путают с геморроем, хотя даже внешний вид данных заболеваний очень сильно отличается. ВПЧ с 1 по 4 типы отвечают за образование папиллом на подошвах ног, напоминающие мозоли. ВПЧ 10, 28 и 49 типов способны приводить к появлению плоских бородавок, а ВПЧ 27 типа – обычных бородавок. К онкологическим проявлениям ВПЧ относятся заболевания рак шейки матки и ВПЧ-ассоциированные заболевания. Известно, что в 2008 году немецкий ученый Харльд Цурхаузен был удостоен Нобелевской премии за открытие роли ВПЧ как причины рака шейки матки. При отсутствии вируса заболевания раком шейки матки практически не встречаются. Наибольшую опасность в этом плане представляют высокоонкогенные типы папиллома вирусов. К другим онкогенным ВПЧ-ассоциированным заболеваниям относят рак анального канала, рак влагалища, рак ротовой полости и глотки и рак полового члена. ВПЧ обнаружится у больных данными видами рака с указанным процентом. Однако убедительных данных, что ВПЧ являлся единственной или основной причиной рака, за исключением рака шейки матки, в настоящее время нет. Теперь мы с вами поговорим о диагностике ВПЧ. Наиболее простым методом диагностики является клиниковизуальный метод. С помощью рутинного осмотра выявляется большинство клинических и субклинических форм инфекции. Однако визуальный метод не позволяет судить о характере и о прогнозе течения патологического процесса. Эндоскопические методы, такие как кольпоскопия, уретроскопия, аноскопия и прочие. Эндоскопические методы достаточно информативные и относительно недороги. Несмотря на неспецифичность методики, имеется возможность выявления различных типов эпителия, оценки размеров и качества патологических образований, состояния сосудистого рисунка и, что бесспорно, крайне важна, возможность проведения прицельной биопсии ткани с наиболее атипических измененных участков. Широко распространенным и общепринятым методом является цитологическое исследование, предложенное Папа Николау. Существенными недостатками данного метода являются сложность исполнения, необъективность трактовки результатов, сложность стандартизации и высокие требования к квалификации врача-цитолога. Что касается гистологического метода, данный метод диагностики мог бы служить золотым стандартом диагностики вируса папиллома-человек. Однако высокая стоимость и, соответственно, невозможность частого его проведения, а также не всегда точный прицельный забор биоматериала ограничивают использование данного метода. Сирологические методы. Сирологические тесты пока не имеют клинического значения, поскольку антитилак ВПЧ появляется только у определенного количества инфицированных. Методы иммуноферментного анализа, направленные на определение онкобелка Е7, в настоящее время слишком трудоемки и, соответственно, не применяются в клинической практике. В повседневной практике клинических лабораторий используются молекулярно-биологические методы. Существуют три основные группы молекулярно-биологических методов определения ВПЧ. Неамплификационные, амплификационные и сигнальные амплификационные. Неамплификационные методы, такие как ДОТ-блот, САУЗРН-блот, гибридизация, гибридизация ин-ситу на фильтры и в ткани, это методы по переносу определенных белков или нуклеиновых кислот из раствора на какой-либо носитель. С последующим их анализом. В одних случаях молекулы подвергаются гель-электрофорезу, в других переносятся непосредственно сразу на мембрану. После молекулы визуализируются посредством различных методов, например, таким методом, как окрашивание, авторадиографическая визуализация и специфическое маркирование. С диагностической целью данные методы не применяются в связи с их трудоемкостью и, соответственно, используются только в научных лабораториях. Среди амплификационных методов наибольшее распространение получила полимеразная цепная реакция. Принцип данного метода основан на процессе амплификации выбранного участка ДНК-вируса. Процесс амплификации состоит из этапов денатурации ДНК-матрицы, отжига праймеров с комплементарными последовательностями и синтез комплементарной цепи. Абсолютная чувствительность данного метода иногда может привести к гипердиагностике. По некоторым источникам до 60% случаев инфицирования ВПЧ имеют кратковременный характер и заканчиваются спонтанным выздоровлением и элиминацией вируса. Современные коммерческие наборы для постановки ПЦР предназначены как для выявления ДНК-вируса, так и для дифференциального выявления с количественным определением. Сигнальные амплификационные методы. Типичным примером здесь является Dijing Hybrid Capture System. Данный метод основан на амплификации хемилюминесцентного сигнала от молекулы зонда, которая связалась с молекулой генома вируса. Процесс состоит из пяти последовательных этапов. Лизис клеток и денатурация ДНК, образование гибрида между вирусной ДНК и зондом, захват гибрида моноклональными антителами, связывание гибрида с меченными антителами и измерение хемилюминесценции. Данный тест позволяет определить присутствие или отсутствие 13 типов ДНК-ВПЧ в образце, соответственно, по степени интенсивности свечения, которую измеряют на люминометре. Система позволяет также провести компьютерную интерпретацию результатов, что исключает субъективизм в ее оценке, а также гарантирует абсолютную специфичность. Основным недостатком метода является его высокая стоимость. На сегодняшний день в большинстве европейских стран и Америки является золотым стандартом в диагностике ВПЧ. Как видно, у каждого из распространенных методов диагностики вируса папиллома человека есть свои преимущества и недостатки. Говоря о диагностике ВПЧ, обязательно стоит рассказать о скрининговых программах рака шейки матки. На данный момент мирового стандарта межскринингового интервала не существует. В некоторых странах межскрининговый интервал составляет 2-3 года, в других же странах составляет 5-6 лет. Инициирование скрининга проводится в возрасте с 21 года до 30 лет и прекращается в возрасте 65-70 лет, с учетом, если были получены неизменные результаты скрининга в предыдущем десятилетии. Тактика скрининга во всех странах различна. Кто-то использует только цитологические методы, кто-то использует только молекулярно-биологические, кто-то использует ко-тестирование. На территории Российской Федерации национальной программы скрининга не существует. Что касается профилактики рака шейки матки и вторичной профилактики рака шейки матки, то межскрининговый интервал, инициирование скрининга и его прекращение, а также тактика скрининга есть в приказах номер 124 и в приказе 572. Как говорилось ранее, единой скрининговой программы не существует. Страны самостоятельно разрабатывают алгоритмы обследования на рак шейки матки. Протоколы обследования в разных странах различаются незначительно. Протоколы обследования ПЦР в реальном времени и системой Дайджин-тест. На сегодняшний момент обследовано более 1000 женщин. Совпадение и несовпадение по наличию или отсутствию выпечи в образцах между разными методами отмечается в 85% и в 15% соответственно. Несовпадение при которых Дайджин-тест положительный, а ПЦР отрицательный, вероятно связано с тем, что в системе Дайджин-тест присутствует 68-й тип ВПЧ, который отсутствует на наборе для ПЦР-диагностики. Ситуация, при которой отмечается обратная картина, то есть положительный ПЦР и отрицательный Дайджин-тест, возможно связана с транзиторным присутствием вируса папиллома человека. Подтверждением этой версии является тот факт, что во всех подобных случаях определялся только один тип вируса, причем в минимальном количестве. Несколько слов о используемых методах. ПЦР в реальном времени данный метод используется в стенах нашего учреждения с 2016 года. За это время нами исследовано чуть меньше 4000 образцов. Из них 3933 пробы – это женщина, и 10 проб – это мужчина. Современные коммерческие наборы для постановки ПЦР предназначены как для проведения скрининговых исследований, так и для дифференциального выявления с количественным определением. Нами было проведено в скрининговых исследовании 273 исследования и дифференциальная диагностика с количественным определением – это 3670 проб. Как говорилось ранее, ПЦР в реальном времени – это процесс, который состоит из экстракции нуклеиновых кислот и последующей амплификации. К настоящему времени в нашей лаборатории оба этих этапа полностью автоматизированы. Время выполнения данного исследования составляет от 2,5 до 3 часов. Неваловажным фактором является относительно невысокая стоимость данного исследования. Дайджин-тест. Прежде всего, это достаточно трудоемкий процесс. В нашем варианте исполнение методика практически полностью ручная, за исключением последнего этапа – измерения хемилюминесцензы. Соответственно, при применении данного метода высокая зависимость существует от человеческого фактора. Процедура достаточно длительная и составляет около 6-7 часов. Причем количество исследуемых проб здесь не имеет никакого значения. И немаловажным фактором, о котором хочется сказать, что компоненты для данной тест-системы, то есть для данного метода, компоненты производят за рубежом. Отсюда и высокая стоимость данного исследования. В заключении, мне хотелось бы сказать, что по окончании проекта мы надеемся определить наиболее оптимальный метод исследования среди молекулярно-биологических методов. И будем стараться разработать совместно с онкогинекологами наиболее эффективный алгоритм обследования женщин на вирус попелома человека. Спасибо за внимание. Продолжение следует...